Что такое город Металлургов? Да, к сожалению, в этом городе у нас есть металлургический комбинат. Кстати, он самый большой и лучший. И давайте все-таки скажем огромное спасибо руководству комбинат за то, что мы это делать умеем. Обратите внимание, что наш город уже стал веселее. То есть большей части труп-то уже и нету в природе своей. То есть мы работаем, мы работаем и делаем все это дело на грамотном уровне. Но, к сожалению, такие вещи случаются, что человек работает, допустим, в отделении, где такая штука возникает. Химия, естественно. То есть, допустим, металл его уничтожен, необходимо после проката в дальнейшую обработку сделать. И эта химия, она поднимается вверх, и ваши зубы валятся. А чтобы эти зубы не валились, куда вам это дело необходимо? К счастью, у комбината есть страховка. И каждый человек имеет возможность посетить центр Агат, чтобы потом красоваться качественными и изумительными зубами. Извините, но без магнитогорского металлургического комбината города бы не было. Станица была бы и все. Типа Кизила. Безо всякой уникальности. Но Магнитогорск вырос. Если бы хозяевами стали не дети этого города, а комбинат могли продать, качество жизни на уровне четвертого города России не было бы вообще. Спасибо Филипповичу. Огромное спасибо. Руководство комбината всегда слушало город. Именно в начале 90-х был сделан правильный выбор на здоровье и на здоровье зубов. И тогда появился Агат. К слову, из моих друзей средняя зарплата у всех выше 100 тысяч рублей. Я не докапываю, почему конторы, показывающие город, влачат жалкое существование. Но сам комбинат благодаря правкому обеспечен лучшими здравницами. Вы найдите онные, сравнимые с Юбилейным и Абзакова. Вообще работа на комбинате достойна уважения. А улыбки достойны Агата. Итак, мы определились, к чему все это дело мы пришли. Мы пришли к порогу свыше 30 лет работы. Мы пришли к порогу того, что в свое время работники комбината, а мы ориентируемся на работников комбината, что же у них случилось. То есть работники комбината, которые занимаются в атмосфере выщелачивания. То есть там же, по сути событий, зубы-то и крошатся. Безусловно, вредное производство, нахождение в атмосфере, которая насыщена, скажем так, солями кислот, солями щелочей, безусловно, является неблагоприятным внешним фактором, который усугубляет состояние твердых тканей зубов. Это, в общем-то, однозначно, спорить не о чем. И понятно, что вот эти вредные факторы, помимо, так скажем, вот этих вот кислотно-щелочных каких-то раздражителей, есть еще и раздражители, связанные с сильными температурными колебаниями. То есть это пребывание, допустим, в зоне, где температуры сильно зашкаливают, и перепад, выход из этой зоны, переход, допустим, в зону, где температуры, наоборот, отрицательные, то есть рабочее место вышел там на улицу, где минус, вот. То это тоже, так скажем, неблагоприятно. Потому что мы понимаем, что в обычной, скажем так, повседневной жизни мы не находимся, скажем, в доме у нас, ну, в квартире там у нас вряд ли бывают места, где температура там за 50-60 градусов зашкаливает. Вот. Поэтому понятное дело, что все вот эти вот неблагоприятные факторы не очень хорошо влияют на твердые ткани зуба. Собственно, не только на твердые ткани зуба, а вообще на организм. Но зубы, как наиболее, скажем так, подвержены вот этим вот фактором органы человеческого тела, вот, они наиболее заметны, тем более, что у нас и так полуцерта достаточно агрессивная среда, потому что там у нас существует еще и слюна, которая, по сути, по своей является электролитом. Вот. У нас существуют и нагрузки механические, связанные с обработкой, механической обработкой пищи. У нас есть, скажем так, и бактериальная нагрузка и так далее, и так далее. Поэтому понятно, что зубы в данной ситуации страдают. И поэтому работники комбината, на которых, собственно, наша организация и была первоначально направлена, как бы нацелена, оказание первоначальной помощи им, вот, они являются там, скажем так, определенной группой миска, безусловно. К сожалению, мы ушли от бесплатной медицины, а зря. Но благодаря комбинату он вам помогает лечить и зубы. Именно Агат имеет лучшую проверенную практику. Но качество стоит денег, не правда ли? Конечно, мы не будем ничего говорить, но такие вещи тоже иногда случаются. Вам бы хотелось, ну, чтобы это дело все было немножко покрыто страховкой. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть не хватает, даже не парьтесь, потому как это небольшое количество денег. Чуть-чуть. Буквально там, ну, максимум 500 рублей. Но зато качество-то немножко выше. А подход, да он просто изумительный. Вот оно качество. Я не частый гость, но если импланты, то дайте делать это лучшему врачу. Он перед вами. Он видит вас. Он магнитогорец. Я не частый гость, но новинки всегда и везде. А для этого рука должна быть на пульсе. А пульс здоровья меняется постоянно. То есть, в принципе, они закрыты страховкой какой-то. На сегодняшний день, да. Ну, возникает некоторая проблема. То есть, вы сделали все красиво и ровно, и не хватает буквально там 200-300 рублей. Это же несложно чуть-чуть доплатить, в принципе. Бывают ситуации, когда объем помощи, который оказывается работнику комбината, ну, в какой-то степени выходит за рамки вот той страховой суммы, которая у него есть. Бывает, действительно, вот, ну, я считаю, что в данной ситуации это вопрос здоровья. Мне кажется, здоровье, оно трудно оценить какими-то моментами. Да то же самое, допустим, они пошли в другое место, да, им сказали, что, ну, надо зуб удалять или что-то еще сделать. То есть, а допустим, они не переносят отдельную штуку под названием анестизия, надо что-то свеженькое ставить. Это все равно идет доплата и там, в том числе. Безусловно. Поэтому не надо говорить, что вы полностью застрахованы. Нет, естественно, надо хотя бы немножко сказать, что это же жизнь наша, правильно? Согласен, конечно, конечно. И даже не думайте и не гадайте. Именно здесь работают те, кто знает Магнитогорск. Чтоб вы доехали в Магнитогорске, у меня все зарастает быстрее, чем где-либо. Я сам магнитогорец. Но видя образы будущего, они есть. И на комбинате, и в Агате. Город этот очень достойный уважения. И никуда он не денется, как стальное сердце Российской Федерации. И, конечно, комбинат хороший, комбинат грамотен. И когда вы задаете вопрос о своих зубах, мой вам личный совет, обратиться не к тому человеку, который вдруг внезапно оказался на вашем первом этаже. А их сейчас много, естественно. И я обратился к такому, заплатил деньги, блин, и ничего не получил. Больше к нему обращаться не буду. Лучше обращусь в центр Агат. Потому что я знаю, здешнее качество, оно на высочайшем уровне.